Давид Шарп, военный эксперт, к нам подключается. Давид, приветствуем. Добрый вечер. Да, Давид, ну вот мы уже неделю как обсуждаем эти самые документы, и каждый раз появляется какая-то новая информация. Плюс сейчас, как раз мы видели, сдержали молодого человека. Уже расследователи по текстуре его стола как-то обнаружили, что действительно документы сфотографированы именно на этом столе. Вот мы сейчас фотографию покажем. Вот так это выглядит. И довольно много каких-то свидетельств в пользу того, что это действительно правдивые настоящие документы. Вы вообще как относитесь к природе этих документов? Считаете ли вы их фейком или нет? И насколько они чувствительны, на ваш взгляд? На мой взгляд, я здесь полагаюсь на еще изначальное заявление тех, кто хорошо и непосредственно знаком с такого типа документами в США и конкретно источниках в Пентагоне и в Белом доме. Понятно, что документы подлинные, и как минимум большая часть содержания, если не почти все, то уже подлинное. Кое-что исправлено. Это даже было уже сделано, скорее всего, после их выкладывания в сеть, всеобщее пользование. И конкретно речь о тех смехотворных фотошопных исправлениях касательно потерь России и Украины. Документы, по всей видимости, ставим чуть-чуть микро, долю сомнений подлинные. И, по всей видимости, задержанные, арестованные являются именно той причиной того, что они оказались на широкое обозрение. Здесь проблема, кроме самих... В той или иной степени некоторые из них носят, по крайней мере, из того, что мы уже знаем, и что обсудить удалось, носят проблематичность. Однако наибольшая проблематичность в том, и в первую очередь для американцев, в том, что человек, хоть и имевший доступ, но не должен был иметь возможности бесконтрольно их фотографировать и бесконтрольно передавать содержание этих документов с высочайшим грифом секретности. Вот это момент. То, что такое лицо, как активный член инфучата, инфантильных подростков, снимал, работая в разведке Национальной гвардии, мало того, что имел доступ, еще и активно этот доступ реализовывал. Вот это серьезная проблема. И то, что такие документы оказались слиты. Я имею в виду, в первую очередь, гриф, даже не содержание. Насчет содержания, насколько я понимаю, более-менее повезло. Если не всплывет что-то новое, особенное, то сказать, что прям такие вот сногсшибательные сведения, которые приведут к диким скандалам или к диким проблемам, все-таки этого нет. Я осторожно пока делаю такой прогноз. А главное в том, что была очень серьезная утечка, и американцы ее допустили, причем допускали ее в течение долгого времени. Конкретно насчет ущерба, опять-таки, рано судить. Но из того, что мы видим, ущерба, скажем, того, чтобы наступление украинцев на фронте не состоялось или должно было быть перенесено, или Россия получила какую-то особенную пользу от того, что можно было прочитать, пока не видно. Но кое-какая проблематика, безусловно, есть, в том числе об источниках информации, которую страны, где, собственно, американцы ведут разведывательную деятельность или в отношении которых, могут кое-что проанализировать и попытаться изменить к лучшему. Я в том числе и Россию имею в виду. А вот в этих документах, если мы с вами говорим с той позиции, которую вы сообщили о том, что это не фейк, если доверять им, и Вашингтон-Пост тоже доверяет этим документам. Вот этот самый Вашингтон-Пост, он пишет, что три бригады российского спецназа за время войны потеряли убитыми и ранены до 95% личного состава. Как Вы думаете, почему могут быть такие большие потери? Потому что, хочется обратить внимание, 95% для элиты это как-то многовато, судя по тому, что они настолько большие потери, их не рационально использовали. Почему это могло быть и с чем это связано, на Ваш взгляд? Во-первых, нужно понимать, что эти документы, несмотря на то, что документы подлинные, часть из них носит оценочный характер очень. И в том числе оценочность обычными людьми, которые хоть и являются специалистами, сотрудниками разведок или аналитических структур, на самом деле это оценочный. Более того, там есть пример, и сейчас не буду к ним возвращаться, когда некая, по всей видимости, подлинная информация привела явно к неверной оценке. У меня есть такой просто конкретный пример в отношении Израиля, из того, что утекло. Так вот, возможно, про 95% потери вполне возможно, что это не совсем истинная цифра, а может быть некоторое преувеличение. Есть еще один вариант. 95% от личного состава первоначально, первоначального убитыми и ранеными, но бригада пополнялась. То есть нельзя сказать, что вот из 900 человек, как там сказано, 95% получили ранения или были убиты. На самом деле, вероятно, было и пополнение, и вот тогда это имелось в виду. Значит, если цифры близки к 90% от изначального боевого состава, я говорю, убитыми и ранеными, хотя часть раненых – это не безвозврат, это очень, это колоссально, это просто катастрофические потери. Надо еще один момент помнить. Бригада спецназа ГРУ, это, конечно, звучит в самом деле очень так впечатляюще, но в самом деле речь идет не о полноценных, как правило, силах специальных операций в классическом смысле самой элиты, которая есть и в России, или ее аналог, скажем, из ФСБ, подразделения Альфа или Вымпел. Есть силы специальных операций, которые действуют в тылу и буквально решают. Всякие такие очень деликатные вопросы или ведут специальную разведку. Бригады спецназа в российской армии в ее нынешнем виде – это, по большому счету, если основная их масса, это качественная легкая пехота, более качественная, чем остальные, способная решать вот такие пехотные задачи налета в базисной разведке. В общем, собственно, в таком роде их использовали, только еще в более пехотной, примитивной степени. И на начальных стадиях войны, когда россияне неоднократно попадали и в засады, и под удары, где речь шла о колоннах, велись штурмовые действия. Потери были велики, ну, собственно, они велики и сейчас, возможно, даже выше. Это подобные бригады, являясь качественной пехотой. Вот этой качественной пехотой находились на острие. Соответственно, и удар по ним был очень велик. На счет 95% от первоначального состава меня немного сомнения гложат. Но если речь идет об возобновлявшемся составе хотя бы 2-3 раза, и вот тогда это уже мы выходим примерно к третьей потере. Но я не знаю, опять-таки, нельзя сбрасываться счетом, что американцы в тех или иных оценках ошибаются. Но, возможно, эта информация точна и на неких четких перехватах, например, базируется, когда прямо чуть ли не из уст командиров услышали цифры потерь. Давид, тогда еще один вопрос. Мы знаем, что в российских регионах стали отменять сейчас парады и всякие торжественные мероприятия, посвященные 9 мая. Одна из очевидных версий, которую, в частности, российские власти озвучивают, дабы избежать провокаций. Но вот в частности, военные эксперты, например, Руслан Левиев, говорят, что, возможно, причина в другом таится, что вся техника, она сейчас находится на фронте, и просто показывать нечего. И сам месседж, что мы сейчас перетянем технику, покажем ее где-нибудь там, например, даже в Крыму, как может захотеть Владимир Путин, в то время как вооружения не хватает как раз на фронте российским войскам, что это может быть воспринято какой-то за это публикой как-то максимально негативно. Вот вы к какой из этих версий больше склонны? Я думаю, здесь и то, и другое. Во-первых, в местах, до которых Украина может дотянуться одним из своих, ну, теми или иными боеприпасами, массовое скопление военных, это, в общем-то, потенциальная цель. И это должно учитывать. Более того, кроме того, что это потенциальная цель, попытка отражения какой-нибудь условной атаки, ну, скажем, беспилотниками, вот в этот момент вызовет такой, ну, и панические настроения, и вообще негативный резонанс. Все же это будет на виду. То есть такого сценария опасаются, и это логично. Однако в глубине России, я думаю, что те или иные парады в итоге состоятся. И, наконец, да, с техникой есть проблемы. Техника должна быть, техники не хватает на фронте. Значит, даже небольшое количество техники в одном месте, а тем более, если мы говорим о многих парадах, скажем, десятки мест, то это уже немало. Единиц техники, более того, к параду нужно готовиться, чтобы это все проехало более-менее сносно. Значит, должны достаточно долгое время экипажи должны еще и готовиться. Это не то, чтобы приехать на 2-3 дня, проехаться по площади и вернуться на фронт. Поэтому, да, это тоже отвлечение ресурсов, тем более, если что-то должно быть впечатляющее. То есть, если планируют что-то впечатляющее, чтобы проехало достаточно серьезное количество. Поэтому и этот фактор в той или иной степени учитывается, и возможность удара, причем удар может быть на самом деле даже не только беспилотными средствами, опять-таки, это могло бы привести к очень негативному резонансу. Я уже не говорю, если удар или диверсия окажутся удачными. Поэтому решение российских властей понятно, особенно в районах, прилегающих к Украине. Спасибо большое. Дэвид Шарп с полной информацией о происходящем был у нас в эфире. Привет! Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Продолжение следует...